Сто лет со дня образования дежурных частей в эти дни отмечают полицейские. Люберецких сотрудников правопорядка наградили грамотами и медалями. Какая ответственность лежит на плечах подразделения и каково это организовывать работу стражи порядка, расскажет наш корреспондент Анна Троян. От слаженности и оперативности этих сотрудников правопорядка зависит вся работа полиции в целом. Дежурная часть это по большому счету группа управления наружными нарядами. Они организовывают их работу, отправляют на выезды специалистов, координируют все действия заступивших на службу. С них начинается знакомство простого гражданина с органами внутренних дел. Очень многое зависит от того, насколько подготовлен офицер, который заступает начальником смены. Он должен понимать не только ту ответственность, которая возложена по оперативной обстановке, а также он несет ответственность за оружие, несет за спецсредства, несет большую ответственность за ту документацию, которая находится в подразделении, за само подразделение. Все это ложится на плечи непосредственно оперативного дежурного, заступающего и организовывающего работу всего личного состава, с ним заступающего в течение дежурных суток. Распределительный штаб – это работа не только с вызовами и обращениями граждан. Также это постоянная концентрация внимания, собранность и определенный склад ума. Всеми этими качествами обладает Денис Камалединов. За 15 лет работы он дослужился до майора, прошел тернистый путь от простого рядового до начальника дежурной части межмуниципального управления МВД. Вы знаете, это очень интересная служба. Она полна событий, тех вещей, с которыми я в профессии, в обычных, не сталкивался. Дежурная часть является как организующим звеном, собирает в своей структуре задачи следствия, розыска, участковые службы. Ежедневно в дежурные части Люберецкой полиции поступают до 400 сообщений о преступлениях, розыски лиц и других правонарушениях. На территории обслуживания работают 9 штатных подразделений, в которых трудятся 80 человек. А с 2015-го в оперативности им помогает еще и служба 112. Огромное вам спасибо за работу, за понимание. С вами очень приятно работать, без исключения говорю. У нас очень хорошие результаты. У нас 92% из 100 отвеченных вами вызов, которые мы передаем. В чистое летие со дня создания дежурных частей в России сотрудники подразделения получили заслуженные награды. За образцовое выполнение служебных обязанностей и высокий профессионализм 16 человек получили почетные грамоты. А еще 20 полицейских удостоились специально изготовленных юбилейных медалей. Анна Троян, Никита Скраган, телеканал ЛРТ.